так по ходу трансляции идет все у нас нормально сейчас я кое-что проверю еще возможно это сделаю на телефоне так по ходу трансляции идет все у нас нормально зашибись погнали значит сегодня у нас два самолета фирмы юнкерс изначально я планировал дождаться когда выйдет spirit of st louis он должен быть сегодня выйти в microsoft light simulator и сделать как бы логическую цепочку но я решил отдельно сделать видео о spirit of st louis и сделать подряд обзора два юнкерсов довольно интересные самолеты и для своего времени они тоже были революционными как и предыдущие наши обзоры значит первой части мы остановились с вами на военных самолетов первой мировой войны вот и теперь мы переходим уже сразу к послевоенным самолетам после первой мировой войны это 1918 1919 год и один из таких самолетов это юнкерс f13 давайте откроем википедию немножко прочитаем о нем для начала посмотрим сайт юнкерса и сейчас этот юнкерс выпускает часы а изначально юнкерсы выпускали бойлеры то есть такое что-то металлическое в общем и поэтому скорее всего так подозреваю именно они и начали выпускать в германии цельнометаллические самолеты и вот f13 был не первым самолетом юнкерс но первым для пассажирских полета вот читаем до восемнадцатого года ни одна из стран способных производить летательные аппараты не использовала самолеты в качестве воздушного транспорта не было ни одного пассажирского самолета который можно было бы использовать как базу для серийного производства и вот так вот два члена экипажа четыре пассажира юнкерс f13 стал первым таким самолетом также он был очень популярным как видим справа во многих многих странах всего было выпущено 332 самолета что довольно много для того времени 110 экземпляров эксплуатировалась люфтганзе остальные были экспортированы десятки стран мира это был первый надежный такой самолет для перевозки пассажиров поэтому давайте сейчас на этом юнкерс f13 полетаем посмотрим как он выглядит и летать мы будем в эрифилде до сау где был собран этот самолет я не знаю именно на этой полосе или нет но это ближайший аэродром который здесь есть давайте еще на таком виде посмотрим и давайте еще microsoft light simulator посмотрим вот мы его выбрали этот самолет пишем сюда до сау нет так что я неправильно написал одессау окей до сау так давайте посмотрим что здесь в округе нет здесь нету никаких аэропортов поэтому выбираем как вылет ставим реальную время реальную погоду и выбираем травяную полосу на вылет потому что раньше не было асфальтированных полос значит у нас грас это какая 27 левая значит нам нужно 27 левая как депатчер и прилетать мы будем тоже на эту полосу с этой сравнен и далее мы с вами полетим на втором уже самолете полетим в аэрод посмотрим аэродром лепцик возле лепцига который находится это огромный грузовой хаб вообще в европе возможно один из самых больших ну германии так точно то есть украинские самолеты руслан мрия я имею ввиду антоново авиалинии летают сюда также сюда летают dhl в общем принимают любые самолеты все что угодно и здесь есть очень прикольные рулежные дорожки через через трассу то есть самолеты проезжают просто сверху на трассы интернете много красивых картинок на эту тему поэтому я думаю у нас будет интересный перелет отсюда на юнкерс но пока что у нас юнкерс f13 давайте нажмем fly и посмотрим на мануал он у меня уже открыт значит нас есть две версии самолета юнкерс классическая версия старомодная так сказать винтажная здесь максимально винтажная кабина приборы все такое довольно аутентичное видим заправочка сзади на колесиках есть у него что еще здесь можно сделать стейр заказать для погрузки пассажира в общем очень все круто выглядит топлива вот так вот выглядит топливозаправщик просто пушечно должно все быть и есть у него современная более версия где уже современная кабина по даже gps навигация есть какая-никакая и я не знаю какие у него топливозаправщики давайте посмотрим тут об этом речи не идет но тем не менее бординг есть какая-то тележка для лагеджа голубенькая есть более современный топливозаправщик такой баг большой и нифига себе здесь даже есть компьютер прикольно прикольно должно быть интересно трансляция надеюсь идет без перебоев сейчас так посмотрим на этот маленький аэродром чеку досал я думаю нам должно хватить тихо 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 так мне надо убрать максимально газ чтобы мы никуда не уехали и нам нужно установить как-то чокс потому что не было паркинг брейкс раньше где здесь этот планшет вот это он наверное давайте поставим чокс то быстрее так ставим чокс чтобы никуда не уехали и дальше давайте заглушим наш двигатель пока что видим bosch магнету классно так давайте посмотрим внешне я поставлю немного более солнечный день для того чтобы покрасивее было картинка у нас так это нам не поможет нам нужно и вот перед нами юнкерс f13 деревянный винт металлический самолет вот выглядит он очень красиво текстуры классно проработаны обтекаемость фюзеляжа видна неудобно как всегда сидят пилоты давайте посмотрим как там в кабине у нас пассажиры сидят опускаем форточку и давайте залетаем туда нифига себе здесь просто кресла стоят хорошо устроились ребятки так двери я не знаю как открываются пока вроде не открываются они возможно нужно открывать их отсюда давайте сделаем request door open двери открылись у нас дальше стейрс закажем вот у нас стейрс есть для загрузочки удобной лагич карт и тележка с багажом подъехала слушайте как классно лагич лот так это что мы сделали смотрите смотрите анимация исчезает лагич закидывают шматье пассажиров зашибись oil quantity есть refill у нас есть давайте посмотрим что здесь на второй страничке есть так мтв это у нас данные всякие скорости максимум x-wind velocity 97 узлов максимум спид 93 узла круиз спид 86 узлов окей best glide speed 59 узлов и take of run 200 метров этого нам больше чем хватит rotate speed 56 узлов отлично это мы запомнили а здесь у нас так знаете что я еще хотел бы сделать fuel request мы можем опача слушайте ну это просто топчик какая красота нужно сделать скриншот обязательно сейчас как его правда делать ладно я потом уже сделаю скриншот нет хочу сейчас print screen print screen может аль принт скрин ладненько будет пока так давайте загрузим немножко топлива нам еще дополнительно чтобы были потяжелее все будем убирать закрываемся и давайте посмотрим на кабину пилота значит немножко здесь мешает вот эта вот перегородка конечно это все странно выглядит но в принципе какие у нас тут параметры есть давайте посмотрим бензин ойл это понятно это я не знаю что такое скорее всего это указатель я даже не знаю обороты может какие-то это давление это часы наверно обычные в общем нифига не понятно педали давайте проверим как работают у нас да у нас работает и видим хвост очень красивое строение хвоста у этого самолета фоточку мы не можем выглядеть и открыть мы тоже не можем в общем и просто в куске металла за ауф так что-то немецком написано мы это не знаем отличная интересная выхлопная труба прямо у нас по срединке есть и какие виды нам разработчик сделал значит вид вперед влево вправо в принципе и на приборы ну большего нам и не надо но летать конечно же на таком довольно сложно будет но все у нас в принципе есть все убираем clipboard запускаемся выполним кружочек ветер у нас видим встречный для разбега у нас все есть и нет у него заднего колеса так как в принципе для полетов по траве заднее колесо не нужно даже вот на крыльях такие вот специальные ступеньки для пассажиров сделаны удобные просто красота хотя форточка вы давайте пойдем полетим на место для пассажиров они слушайте показать что плохой обзор на самом-то деле не так уж и плохо сидеть пассажиром здесь на диване сидишь себе как в поезде мне кажется влево вид вправо вид такие шикарные диваны вот здесь конечно место максимально не мажорная не очень удобно здесь конечно сидеть ну хотя вот можно в окошко смотреть сюда можно сюда попробовать посмотреть но в целом ты уперся в стену и никаких развлекательных систем не было а вот сзади на диванчике уже можно было поразвлекаться класс ну что ж давайте запускаемся контрл е звуки хороши снаружи звуки внутри звуки топовая но аэродром видим ничего особенного музея здесь нету я так понимаю никакого потому что на картинке если в google картах написать аэродром то здесь будет типа небольшой музейчик самолетов юнкерс но так вот на вскидку я здесь не вижу никаких самолетов ну видим что здесь раньше была довольно таки длинная полоса и вот это от нее то что осталось потому что сейчас юнкерс производят часы и надобности особо нету ну что ж давайте взлетим на этом монстре так смотрим вперед а как же нам чокс убрать чокс убрались с помощью кнопки parking brakes и давайте попробуем взлететь мы уже в воздухе просто красота так так видимость немножко получше будет компас у нас есть высотомер у нас есть честно я не вижу где у нас высотомер пока что ладно придется внимательно смотреть в окошко так мы не будем на взлетном режиме лететь так чем можем управлять ночна съесть троттл вот он газ и есть у нас микстура обороты у нас не регулируется так аккуратно очень аутентично это все выглядит звуки классные давайте я послушаю не слишком ли громкие звуки сейчас тихо тихо у нас не регулируется так аккуратно суперско вообще все выглядит но немножко конечно обзор здесь не нет не огненный мягко говоря скорости у этого самолета тоже не не супер давайте сейчас попробуем полететь так тихо вот так вот полетать с места пассажира ощутить этот experience я не знаю давали раньше наушники или нет но это звук очень приятный довольно это все громко классно давайте левый разворот выполним если бы не обзор я бы на этом самолете даже полетал бы где-то более интересное месте но из-за того что он металлический он очень тяжело так ощущается как будто большой самолет хотя мы видим что это не самый большой самолет который может быть вот мы видим полосу вдалеке по скоростям он конечно еле плетется давайте пролетим над городом может какие-то интересные достопримечательности здесь увидим пока что видим огромную фабрику светоферму какие-то солнечные батарейки слева у нас сам город походу давайте полетим на него пошумим немножечко над городом звуки просто космические я не представляю что будет со звуками в трехмоторном самолете но здесь все выглядит очень приятно конечно как на земле какое у него обслуживание меня это поразило так давайте немножко ниже спустимся потому что мы так можем и из виду аэродром потерять но там над городом есть труба поэтому мы сейчас полетим к этой трубе а там уже дальше мы не потеряемся сегодня я не транслирую штурвал ничего не транслирую потому что здесь в принципе только занимать место на экране тихо немного неудобно здесь управлять ни скоростью я так и не понял что здесь к чему это количество бензина это масло ладно мы с вами летим на трубу и вот там вот слева должен быть этот аэродром выполним заход с города и посадку а там вот на вот этом аэродроме такой небольшой городочек какая-то фабрика здесь есть заводы люди живут тихих городках зелень повсюду хотя сейчас уже осень жаль в microsoft light симулятор нету по умолчанию деревьев желтых нужно какие-то патчи скачивать так мы идем параллельно полосы сейчас облетим вот так вот трубу и уже будем выполнять посадку вот наша тень кстати прикольно прикольно Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрим, какой у нас ветер. Всего три узла. Это очень хорошо. Ветер не сильный. Да, с видимостью, конечно, они тут перебрали. Давайте убираем режим. Не знаю, есть ли тут закрылки или нет. Нет, ни закрылок, ни шасси не было. Поэтому просто снижаемся. Кстати, довольно резко нам нужно будет снижаться сейчас. Будем считать, что это процедура снижения шума для полетов над городом. Продолжение следует... Никаких свистков нету, что это сваливание, ничего нету. Все довольно удобно. Единственное, нет у этого самолета тормозов. Тянем на себя. Тянем на себя для того, чтобы он не перекинулся. Так, я не понял, что это случилось с нами. Ну, сделали такой небольшой обзорчик на самолет и снизу, как он выглядит. Не знаю, что это было. Возможно, это было сваливание. Мы не коснулись на самом деле. Ну, вот так вот как-то заканчивается наш обзор на этот самолет. Не самым лучшим образом, но... Посадки на переднюю стойку... Да, я тоже думаю, можно было бы лучше сделать, чем это. Мы по-хорошему должны были бы разбиться. Но я отключил возможность разбиться для того, чтобы мы нормально посмотрели эти самолеты. И на этом будем заканчивать с этим самолетом. И переходим к следующему самолету Юнкерс Ю-52. И сейчас мы будем вылетать с этого аэродрома и полетим с вами в Лейпциг. Субтитры сделал DimaTorzok